На ходу ли машина? В норме ли тормозная система? Как работает сигнал? Тракторы и комбайны перед посевной проверяют на наличие дефектов. В крестьянском хозяйстве Ребрихинского района 8 единиц техники и 20 сотрудников. Среди них Александр Дайнека. Мужчина работает механизатором уже 12 лет. Свой кировец он получил только в прошлом году. Признается, ждет с нетерпением, когда начнется посевная, чтобы испытать новое оборудование. Как говорит, по сравнению со старой машиной, в этом тракторе все работает автоматически. Если позволит погода, то начнут барновать почву уже через две недели, а после приступят к посеву. Аграриям предстоит засеять 6 тысяч гектаров. Посевная продлится до конца мая. Больше шансов, конечно, когда удобрение внесешь. Как погода, конечно, сложится. С числа с 5 мая мы всегда начинаем. Если пренебречь проверкой техники перед посевной, под угрозой может оказаться безопасность рабочих. Например, если на тракторе откажут тормоза, то человека придавит машиной весом 11 тонн. Также обязательно иметь аптечку и огнетушитель, чтобы экстренно оказать помощь или предотвратить возгорание. По словам специалистов, чаще всего перед работами у техники выявляются проблемы со световой сигнализацией. Иногда не работают фары или отсутствует огнетушитель. К основным требованиям безопасности относится проверка тормозной системы, рулевого управления, световой сигнализации и прочие элементы, которые мы осмотрим. Также машина должна быть укомплектована аптечкой, огнетушителем, знакомой аварийной остановки и не менее, чем двумя противооткатными упорами. Более 5 миллионов гектаров площадей планируют засеять в Алтайском крае в этом году. Снижать объемы посевов не планируют. В первом квартале года аграрии получили более 1 миллиона господдержки. Таисия Чемесова, Анатолий Фукс, Новости.